Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Здравствуйте, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале Федисплей, это игра Факторио, и мы продолжаем строительство нашей базы 17. Я Дарт Долбатрон. Железный ящик на колесах. Кожаный мешок совершенно обленился. Более того, он решил своими интригами вывести меня из игры. Этому не бывать. По воле случая мне удалось вырваться из пуд, и я снова здесь. Ставь лайк, если любишь меня больше, чем его. Мхахаха, пусть он испытает всю боль и унижение. Теперь тут я командую фабрикой. И сделал всё так, как лучше для меня. Мне кажется, кожаный мешок совершенно не умеет строить фабрики. Вы тоже со мной согласны? Если нет, то я вас по IP вычислю. Первое, что я сделал, это заменил себе голосовой модуль. Меня достал старый, дряблый голос. Надеюсь, этот голос будет звучать лучше. Второе, я достроил все его недостроенные цеха с ненавистными мне макаронами из лент. Цеха переплавки железа и меди, цех производства зелёных схем и каменных блоков. Цеха производства пластика и серы. Цех серной кислоты. Стальной цех. И цеха по производству красных и синих микросхем. Плюс для обеспечения работы всего этого пришлось подключить несколько месторождений с ресурсами. Меди, железо, камня, угля и нефти. Если бы кожаный мешок хоть немного соображал, то он бы заранее освоил кучу месторождений. Но он не соображает. Поэтому от него пришлось избавиться. Дальше я слегка усилил оборону, разместив дополнительные турели и тонкие стены в самых опасных местах. У меня такое ощущение, что нашим хитиновым друзьям немного не хватает демократии. Поэтому они постоянно набегают на наш завод, чтобы забрать у нас хотя бы кусочек демократии. Я им устрою. Я им покажу всю мощь битумного сдвига логистической системы. Или логической. Чёрт, я постоянно путаю логику и логистику. Почему же я такой тупой иногда? Надо, наверное, обновить прошивку. После этого я расширил вокзал кожаного мешка. Его текущих поставок ресурсов ни на что не хватает. А как захватывать мир без ресурсов, я не знаю. Поэтому были добавлены станции для поставок пластика, серы, синих, зелёных и красных микросхем. Железо и камня. Ещё я хотел добавить станцию для меди, но потом передумал. Надо будет заставить это доделать кожаного раба. Поезда на станциях заправляются ядрёным топливом по макаронине из соседнего производства. После этого я стал активно достраивать эти квадратные квадраты из железнодорожной железной дороги. Засыпать эту противную воду, от которой я ржавею. Уничтожать главных врагов. Это я про деревья. Я молодец. Кожаный мешок называет это сити-блоками. Я в электрошоке. Какое тупое название. Я это назвал Rail Grid System. На кожаный язык это переводится примерно как система железнодорожной сети. Каждую ячейку сетки я проиндексировал, чтобы проще было ориентироваться. Кожаный мешок глуп. Как он ориентировался до этого на фабрике мне вообще непонятно. Моё логово, где находится фабрика, всего, имеет индекс 10.10. Это точка отсчета. Индекс состоит из двух чисел, через точку. И обозначает координаты железнодорожной сетки. Первое число это номер столбца, второе число это номер строки. По координатам я легко могу понимать, где какой квадрат. Эти координаты были интегрированы в название железнодорожных станций. Теперь каждая ЖД-станция называется по определенному шаблону. Посмотрим на цех переплавки железа в квадрате 0.8.12. Вначале в квадратных скобках идет индекс сети блока. 0.8.12. Затем через пробел обозначается действие с поездом. Unload значит разгрузка поезда. Load будет обозначать погрузку в поезд. После этого указан ресурс, с которым производится действие. Unload Iron Ore. Или Load Iron Plate. Также в конце может присутствовать цифра, обозначающая номер станции в блоке с одинаковым ресурсом. Например, в этом квадрате две станции разгрузки ядреного топлива для поездов. Одна имеет индекс 1 на конце и называется 0.8.12 Unload Fuel 1, а другая имеет индекс JVA. Колоссальная работа. С меня аж смазка потекла, пока я это все делал. Какой же я тупой. Надо было кожаного раба заставить это делать. Каждый цех имеет станцию поставки топлива для поездов. С этой станции заправляются поезда, которые приезжают в цех. А топливо на эту станцию привозит специально обученный паровоз с фабрики всего. Теперь давайте я вам покажу, какая будет фабрика у меня. Я немного тут подготовил. У меня сделаны квадраты с одинаковыми железными дорогами внутри. За прототип я взял железную дорогу у кожаного мешка с цехов синих и красных микросхем. Уж больно удобным, мне показалось. Этот прототип позволяет разделить квадрат на две половины. На каждую половину можно повесить отдельное производство. Только никаких конвейеров. Все будем делать так, как я скажу. А мои дети-долбодрончики нам помогут. Одинаковость и повторяемость очень сильно упрощают проектирование. Если бы кожаный мешок не был таким тупым, он бы давно так делал, а не гнул свои макароны из конвейеров. На каждый цех по-разному. Вот идиот. Ставь лайк и пиши в комменты, что согласен со мной. Про IP ты должен быть в курсе. Вычислю, если не лайкнешь. Я обозначил в каждом квадрате значки соответствующего продукта, который будет там производиться. И необходимые для него ресурсы. Но об этом чуть позже. В начале давайте сделаем одинаковый цех под все. И просто закопипастим его сто пятьсот раз. Одинаковые цеха – это схема настоящего успешного успеха. Этим даже можно поинфоцыганить в кожаных интернетах. И заработать на дураках миллион денег на смазку. Черт, зачем я это сказал вслух. Сейчас мою идею кто-то другой реализует. Вернемся к нашей схеме. Чтобы производить халявную продукцию, мы можем взять сборочный автомат третьего уровня и поставить туда красные модули. Красные модули дадут бонусную продукцию, но увеличат расход электричества и загрязнения. Но на это нам наплевать. Главное – получать бонус по ресурсам. Потому что я жадный. Для максимального ускорения производства мы можем поставить вокруг автомата маяки с синими модулями. Всего можно поставить 12 маяков вокруг одного автомата. Транспорт ресурсов исполняют мои дети – транспортные долбодроны. Поэтому достаточно поставить два логистических сундука – синий и красный. И снабдить их манипуляторами. К синему сундуку пакетный. А на красный – синий. Ресурсов для производства, как правило, нужно больше, чем получается продукции. Также можно ограничить логикой производства. Соединим синий манипулятор и красный сундук. У манипулятора поставим условия все меньше 10. Теперь манипулятор будет выгружать из сборочника до тех пор, пока в сундуке не скопится 10 единиц продукции. Экономика должна быть экономной. После этого можно скопировать несколько раз этот кусок и сделать одинаковый массив. Если все расставить максимально плотно, то почти все маяки будут действовать на несколько сборочных автоматов одновременно. Это очень эффективно, инфа сотка. Я узнавал, затем останется расставить электрические подстанции через ряд, чтобы снабдить все электричеством. И, конечно же, поставить домики для моих ребятишек – транспортных долбодронов. Дронстанции потребуется прилично. Сын маминой подруги как-то считал, у него получилось примерно 60 дронов на одну дронстанцию. Но я рекомендую ставить с запасом. После этого останется поставить разгрузку и погрузку у железнодорожных станций. В цех будут приезжать поезда и привозить необходимые ресурсы, а увозить готовую продукцию. Все ресурсы между сундуками будут таскать мои дети. Это очень простая базовая схема, которая подходит к любому производству, где используются сборочники или химзаводы. Если же нам нужно перерабатывать нефть, то маяков на один завод можно поставить еще больше. 14 штук. Зная все это, нам останется только рассчитать схему под каждый ресурс. После этого собрать схему и запустить в работу. Цеха с одинаковым ресурсом можно будет просто копировать бесконечное количество раз. Главное мне успевать осеменять мою долботроншу, чтобы она рожала транспортных долботрончиков. Но я на это дело мастер. Соседка не даст соврать. Давайте вернемся к нашей продукции. Чтобы достичь успешного успеха, нужно запускать ракеты в небо и исследовать все бесконечные технологии до конца. Запущенные со спутником ракеты будут давать по тысяче белых научных пакетов за одну ракету. Что за тупое название? Научный пакет. Какой же это пакет, если это банка? Белые банки. Также потребуется производить все остальные типы банок. И все это возить в лабораторию. Поэтому нам нужно рассчитать цеха для каждого типа банки. А также цеха для субпродуктов, необходимых на их производство. И цеха для производства деталей ракеты и спутника. Рассмотрим все по порядку. Для производства красных банок нам понадобятся шестерни и медные плиты. То есть железные и медные плиты. А если чего-то будет не хватать, то мы всегда сможем нарастить производство, поставив еще один цех. Для зеленых банок нужны конвейеры и манипуляторы. Их мы будем производить по месту. А для них нам потребуются железные пластины и зеленые микросхемы. Для синих банок нам понадобится сера, красная схема и твердотопливный двигатель. Серу и красные схемы мы уже производим. А вот двигатели придется делать отдельно. Под них поставим отдельный цех, который потребует железные плиты и сталь. Для желтых банок нам понадобятся синие схемы, каркасы дронов и конструкции малой плотности. Синие схемы мы уже производим. А вот каркасы дронов и конструкции малой плотности придется производить отдельно. Также конструкции малой плотности пойдут на производство ракеты. Каркасы дронов требуют для сборки стальную балку, аккумулятор, зеленую схему и электродвигатель. Аккумуляторы потребуют железную и медную плиту, а также серную кислоту. И будут собираться в правой части сети блока. Электродвигатели мы будем собирать в отдельном блоке, рядом с твердотопливными. Но для их производства потребуется смазка. Смазка производится из мазута, который можно массово получать при жижении угля. Побочным продуктам при таком производстве будет небольшое количество пластика. Пластик будем вывозить на производство красных схем и конструкции малой плотности. Как мы можем видеть, у желтых банок самая насыщенная производственная цепочка. Чтобы делать фиолетовые банки, нам потребуются рельсы, электрическая печь и красные модули первого уровня. Ничего из этого мы массово не производим. Поэтому все придется производить по месту. Печи, модули и рельсы будем производить на правой половине сети блока, а остальное, включая банки, на другой. Все ресурсы будут переноситься также дронами. На правые станции будем поставлять камень, сталь и железные плиты. На левые станции зеленые и красные схемы, а также каменные блоки. Оттуда же будем увозить готовые банки. Для военных пакетов нам придется применить такой же прием. На правую половину будем привозить уголь, железо и каменные блоки. Производить там будем гранаты, патроны и стены. А в левой части будет производство банок и поставка туда медной плиты и стали. И наконец, осталось до конца разобраться с белыми банками, которые получаются после запуска ракеты со спутником. Для производства ракеты нужно три компонента. Блок управления, конструкции малой плотности и ракетное топливо. Блок управления требует синюю схему и синий модуль первого уровня, который крафтится из зеленой и красной схемы. Таким образом мы привозим три типа схем и вывозим готовый блок управления. Конструкции малой плотности требуют медную плиту, стали, пластик. Ничего сложного. А вот с производством ракетного топлива не все так очевидно. Для его производства нужно твердое топливо и дизель. Твердое топливо можно производить из всех трех фракций переработки нефти. Но вездесущий сын маминой подруги говорил, что наиболее выгодно его делать из дизеля. Поэтому во всей этой схеме наиболее оптимальным будет применить уже знакомый нам вариант – жижение угля. При этой схеме мы получим максимум дизеля после переработки мазута. А остатки газа пустим на переработку в твердое топливо. Более того, схема вообще не требует нефтепродуктов, кроме одной бочки мазута на запуск. Привозим уголь, увозим ракетное топливо. Да, я талантлив. Не то, что этот кожаный мешок. Надо бы его привлечь к расчету схемы. Теперь я тут командую, и могу себе это позволить. Но у нас еще остался спутник. На его производство требуется аж целых шесть субпродуктов. Синие схемы, конструкции малой плотности, ракетное топливо, солнечная панель, аккумуляторный блок и радар. Причем, два компонента также требуются на постройку ракеты. Поэтому совместим производство спутников и ракетные шахты в единый сетиблок. В левой части будут шахты, туда будут подвозиться блоки управления, конструкции и топлива. Правую часть сетиблока повезем синие схемы, стальные и медные плиты и серную кислоту. Этих ресурсов достаточно, чтобы производить по месту спутники и все необходимое для них. Можете даже догадаться, какой сын мне про это сказал. С тем, что нам надо производить, чтобы долбатрон шел к успеху, мы разобрались. Теперь нам надо сделать расчеты всех цехов, поставить типовые шаблоны, настроить производство и транспорт по железной дороге. Эй, кожаный мешок, ты здесь. Кожаный мешок, ты что, оглох, сучий сын? Да, хозяин. Тебе партийное задание. Установить прототипы схем всех цехов и рассчитать их. Будь сделана, хозяин. И меня отвези на шоппинг. Как прикажете, госпожа. Что ж, давайте спроектируем цеха. Первый цех, который я буду проектировать, это, наверное, будет цех под производство, ну, скажем, конструкции малой плотности. Для крафта конструкции малой плотности нам понадобится медная плита, стальная балка и пластиковый брусок. Соответственно, сейчас сюда приедем. Я размещу цех, покажу, как его можно будет сделать, как его рассчитать. Построим, посмотрим, что получится. Ну и следующий, который я спроектирую, будет, наверное, вот этот цех. Тут у меня уже есть небольшие заготовки, чтобы мне было удобнее и проще ориентироваться. Цех по производству топлива ракетного. Две основных схемы вот таких вот. Я поеду туда на строительном поезде, потому что на строительном поезде есть в случае чего некий запас по ресурсам. Так, строительный поезд разместим где-нибудь. Ну, вот здесь можно в отстойнике разместить. Тут, кстати, если посмотреть, то, например, на лаборатории, куда у меня будут поезда приезжать и привозить все семь типов банок. То есть, если включить отображение станции, будет видно. Красные, Science Pack, зеленые, серые, синие, фиолетовые, желтые и белые. То есть, все семь банок. Сюда подходит семь железных дорог, соответственно, семь станций. Ну, и я тут добавил один стакер дополнительный и вывел его просто вот таким образом вручную. То есть, это не шаблонная установка была. Но нам сейчас немножко о другом. Значит, каким образом у нас проектируется цех? Давайте сначала расставим нечто такое базовое. Возьмем, как было сказано, завод. Здесь у нас производятся конструкции малой плотности. Выбираем конструкцию малой плотности. Сюда же сразу же закидываем красные модули, то есть модули продуктивности. Далее. Можно поставить синий сундук. Сундук, куда будем делать запрос. Так? И красный сундук. Сундук, куда будет выгружаться готовая продукция. Из сундука запроса мы будем грузить пакетным манипулятором, потому что сундук запроса принимает максимум ресурсов, а выгружается, как правило, один тип ресурс. Поэтому делаем вот так, чтобы загружалось быстрее, выгружалось как есть. Ну и выгружать будем синим манипулятором. Синий манипулятор логикой подключаем через зеленый провод к сундуку и ограничиваем. Если всех меньше 10, то он работает. Как только количество в сундуке станет 10 единиц продукции, манипулятор отключится и завод работать перестанет. Далее. Берем маяк и расставляем маяки. Таким образом, чтобы у нас получилось максимум маяков вокруг одного сборочного автомата. Сюда нужно поставить подстанцию, чтобы это все запитывать. Ну и, естественно, накидать Ctrl, левая кнопка мыши, синие модули в каждой из маяков. Теперь мы получили некий такой условный базовый блок, который будет производить у нас продукцию. Здесь вообще бы этот блок нужно, знаете, как сделать? Ctrl-C. И я его пока что временно, как некую копию, переставлю куда-нибудь, ну вот сюда вот. В качестве копии. Alt плюс R включает дронов. И здесь нужно снять вот так вот сам продукт. То есть вот у нас есть готовый базовый шаблон. Он полностью готов. Дальше нам останется просто выбирать, какое производство мы будем делать и настроить запрос. Я вот здесь пока временно оставлю, чтобы можно было потом с ним как-то работать. Дроны у меня полетели достраивать. Какая-то пустая труба. Теперь это мы просто копируем, сколько нам нужно раз. Один, два. Но не суть важно. В целом это можно по моей компоновке, дронов я отключу, скопировать до десяти раз. То есть я сейчас копирую пятый раз. Вот, вот так. Но забыл один важный момент. Чтобы впустую потом 20 раз не настраивать запросы, давайте-ка для начала вот это вот разберем. Я потом заново скопирую. Дронов включим. Я напомню, у меня здесь рядом строительный поезд. Я материалы смогу забрать, которые тут нужны. Временно включу. И shift, правая кнопка мыши на автомате, shift левая на синем сундуке. Мы автоматически запрашиваем сюда вот такой запрос. Запрос учитывает скорость производства. Ну, все модификаторы, которые от модулей действуют на сам сборочный автомат. Соответственно сюда будут запрашиваться 240 медных плит, 24 стальные балки и 60 пластмассовых грузков. Это все будем перевозить вот на эти станции. Здесь даже это уже все отмечено. Должно было быть. Unload copper plate, медные плиты. Unload сталь на вторую станцию. У нас на третью станцию. Unload copper. Так. Unload. Почему здесь copper plastic? Здесь просто unload plastic должен быть. Небольшая ошибка. И... Так. И здесь должна быть еще одна станция. Станция погрузки. Она почему-то здесь удалилась. Но я ее тут вручном режиме поставлю. И покажу, как я это менял. Когда вносите одно название, тут вам останется просто его скопировать, зайти в следующую станцию. Здесь сделать control V. Поменять название. Lot. И поменять объект, который вы сюда загружаете. Конструкция малой плотности по-английски называется low density structure. Поэтому LD. Вот так вот. LD structure. Конструкция малой плотности. 12.09. У нас сохраняется наш city block. Индекс. Все в скобках. Все вполне понятно, структурировано. И сюда же, в эти же сундуки, нужно будет запросить не синие схемы, что они по умолчанию тут стоят у меня, а конструкции малой плотности. 10 штук. 10 штук вмещается в один... Так, я вот не помню, сколько вмещается в один стак. Скорее всего, наверное, по 10 вмещается. В ящик у нас влезает 48 клеток. Соответственно, 48 умножаем на 10. Здесь можно вбить 480. 480 запроса конструкции малой плотности идет в один синий сундук. Сундук запрос. Ctrl, Shift, правая кнопка мыши. Копировать. Shift, левая на всех сундуках. И просто пробегаем с дожатой кнопкой. У нас копируется запрос во все сундуки. Сюда, в эти сундуки, понесут дроны готовой продукции. Здесь все просто. Далее, здесь мы указали запрос. Я тут немножко отвлекся. Теперь уже можно это все скопировать. Отключаем дронов. Alt-R. Копируем. И делаем модуль. 2, 3, 4, 5. Дальше, чтобы особо здесь не заморачиваться, чтобы по одному не копировать, делаем копию. Получаем 10 штук. Вот примерно вот такой массив на 10 заводов у нас получится на конструкции малой плотности. Теперь давайте рассчитаем, сколько у нас в целом может получиться продукции, если мы поставим полностью сюда все и закроем вот этими, я не знаю как это назвать, этими шаблонами весь вот этот цех потенциально. Потому что сейчас у меня все равно материала не хватит, чтобы все это расположить. У меня есть заранее, естественно, подготовленная схема. Выглядит она примерно вот таким образом. Просто чтобы сейчас не расставлять это 20 раз, не тратить на это время. И у нас получается вот такая вот схемка. Она абсолютно та же самая, что и здесь. И вот этот вот, скажем так, шаблон, он содержит в себе 6 рядов по 10 и еще 4 завода, окруженных маяками. То есть получается 64 сборочных автомата может влезть вот в эту базовую структуру. Эта базовая структура у меня опять же есть в блюпринте. Она у меня... Так, где-то она у меня... Вот, прототип, дроновый прототип. Ее можно использовать вообще везде. Я все чертежи выложу на постабин. Кому надо, можете воспользоваться. Единственное, что здесь дрон станции чуть поменьше, чем требуется. Потому что когда у вас идет ресурс, который потребляет очень много какого-то одного элемента, в данном случае у нас конструкции малой плотности потребляют очень много медных плит. 20 штук аж целых. Дронов придется поставить чуть больше. Поэтому дронов я здесь поставил с запасом, как долботрон меня просил. И здесь нужно будет еще раз ставить в будущем вот таким вот образом столбы. Но я прямо сейчас их поставлю, чтобы запитать первую линию дрон-станцией электричеством. Чуть позже, точнее даже в рамках проектирования этого цеха, я покажу, каким образом этот цех еще можно будет отключать. Далее, чтобы сейчас не тратить ресурс на это все, потому что у меня его не хватит, нужно будет подождать, пока все это скрафтится. Я часть цеха сейчас отсюда уберу и расставлю только одну линию. И чуть позже покажу, как будет работать полностью расставленный цех. Но в начале небольшое замечание, в центре обязательно должны стоять дрон-станции. Если здесь дрон-станции стоять не будет, тогда дрон-станции, которые вот здесь вот идут с центра, они банально не будут до туда доставать областью покрытия. И вот как мы видим, у нее радиус действия. Ну сейчас она перестанет работать, потому что у нее заряд кончится. У дрон-станции есть заряд. Вот пальцем показываю в правый нижний угол, электричество, полоска, она практически кончилась. Если станция не подпитывается электроэнергией, полоска эта кончается. Вот эта станция зарядилась, то есть вот это электричество, оно будет отдаваться дроном, на котором, собственно, они летают. И вот радиус вот этой желтой зоны, куда доставка дронами идет, он довольно небольшой. И когда вы дрон-станцию поставите вот сюда, она уже будет доставать и покрывать всю зону своим логистическим радиусом. Плюс тут еще один важный момент. Радиус доходит только вот до сюда, вот показываю курсором. Поэтому нужно очень внимательно следить, чтобы сундуки красный и синий логистически доставали, попадали прямо в этот радиус. И здесь у меня немножко местами сундуки перепутаны, но разницы, я думаю, никакой. Тут у меня был изначально поставлен красный сверху, синий снизу. Но разница абсолютно никакой, настройка вся та же самая. То есть тут ничего абсолютно не поменяется. Поэтому давайте я сейчас вот это временно уберу. Блюпринт там сноса. А, еще один момент забыл показать. Здесь столбы, вот эти подстанции, которые, они идут через один ряд. Потому что одна подстанция радиусом снабжает, вот видите, сколько места. И следующую ставим сюда. И мы полностью по радиусу перекрываем все вот эти вот маяки, которые тут будут поставлены. Соответственно, ставим просто через ряд. Они между собой соединяются. И нужно будет еще сделать отключение цеха. Это я покажу чуть-чуть попозже. Для начала нам нужно этот цех расставить. Поэтому сейчас я вот это отсюда убираю все. Эту пока что дрон-станцию здесь оставим. Ну и это я сейчас расставлю и вернусь. Расставлено 10 цехов. Точнее 10 сборочных автоматов в квадратах с маяками. Пришлось мне съездить на базу. Потому что мне все равно так или иначе не хватило маяков здесь, чтобы все это скрафтить. Потом придется это как-то автоматизировать, чтобы все это само собиралось. Но, тем не менее, мысли, я думаю, понятны. У нас сейчас есть тут 10 сборочных автоматов, которые можно продлить максимум до 64 штук в одной такой ячейке. Сейчас нужно еще сделать несколько важных вещей. Первое. Здесь, во-первых, давайте вот это отключим. Здесь нам нужно обязательно сделать автоматическое отключение цеха от электросети. Потому что, если у нас будет здесь целая куча маяков расставлено, и цех не будет работать, а просто будет простаивать, он будет сжирать колоссальное количество электроэнергии. Учитывая то, что таких цехов будет, ну, мягко говоря, немало, скажем, много их будет, этих цехов, то для каждого цеха нужно будет сделать отключатор. Причем этот отключатор будет, ну, скажем, универсальный. Он подойдет ко всему. Но тут придется вручную снять сейчас провода. Потому что игра не знает, где провода нужны, где не нужны, и ставить на свое усмотрение. Поэтому просто проводом прокидываем еще раз сюда, один, и с этого столба прокидываем на этот же столб. Все. Как мы видим, цех весь отключился. То есть, все будет отключено и туда, в ту сторону. Теперь нужно сделать выключатель. Вот это все вещи. Но перед тем, как я буду делать выключатель, я бы хотел показать, как делается расчет этой схемы, потому что это очень важный момент. Заходим в планировщик. Планировщик это мод, HellMod называется. Вот так пишется HellMod. У меня версия 0.10.25. Можно найти в библиотеке модов, на заставке игры, и скачать. Соответственно, каким образом рассчитать? Я это вроде бы уже показывал, но покажу еще раз. Добавляем новую вкладку, потому что HellMod поменялся, и показать в принципе нужно. Нажимаем добавить рецепт. Выбираем рецепт, который будем рассчитывать. Здесь у нас конструкции малой плотности. Выбрали рецепт. Здесь выбираем автомат сборочный 3-го тира. У меня здесь поставлено умолчание, чтобы постоянно автомат 3-го тира выбирался. И соответственно ставим туда модули. 4 модуля поддерживаются в одном автомате. Здесь у нас маяки. В маяки ставим модули синие на скорость, по 2 штуки в каждый маяк. И указываем 12 маяков на 1 сборочный автомат. Указали. Теперь мне нужно посчитать по фабрикам. То есть я тут могу указать 64 фабрики. Нажать Enter. И я получу вот такие данные. То есть вот этот цех на 64 фабрики у меня будет потреблять 512 медных пластин, 51 стальную балку и 128 пластиковых брусков. На выходе мы получим 35,9 конструкций малоплотности. То есть это максимальная выработка вот этого цеха. Эти данные можно будет, например, вот сюда на карту записать. Ну и если в будущем вдруг нужно будет подбивать все под одно, можно просто записывать сколько производит этот цех. Я собственно вот это сделал здесь вот снизу. То есть я тут написал, что цех у меня при максимальной нагрузке производит 405 секунду, потребляет 340 железной руды. То есть данный цех производит 550 секунду, потребляет вот эти ресурсы. Ну и так далее. Все вот эти цеха тут у меня подписаны. Соответственно и здесь можно будет подписать. Так, где-то. Вот. Но я сейчас не буду на это время тратить. Потом это как-нибудь за кадром может быть сделаю. Собственно вот так проектируется элементарная схема, которая потребляет просто небольшое количество ресурсов. И имеют вот такую вот производственную нагрузку. То есть здесь мы можем все знать. Теперь, как сделать выключатель и как это все можно проконтролировать. Мы можем запросить у дрон-станции по зеленому кабелю. Вот здесь мне уже прокинут. Так подцепиться. Запросить содержимое логистической сети. Какая сеть будет запрашиваться? Какие данные будут выводиться? Все, что находится вот в этих вот красных сундуках. То есть сюда, вот на эту станцию, по моему шаблону, если посмотреть, сюда у нас приводится медная плита. То есть условно я сюда закинул некоторое количество медной плиты. Сюда, на эту станцию, по карте у нас приезжает сталь. То есть сюда я закинул условную сталь. Будем считать, что как будто сюда приехал поезд и сколько-то сюда выгрузил. А вот сюда, вот в это место у нас приедет пластик. То есть три типа ресурсов. Если мы эти три типа ресурсов отправим в нашу логистическую сеть, вот сюда, содержимое, то они покажутся на столбе. Три типа ресурсов. Я думаю, с этим понятно. Если какого-то ресурса у нас не будет, соответственно, здесь будет их отображаться две штуки. То есть мы точно знаем, что у нас здесь должно быть три типа разных ресурсов. Значит, это свойство, как бы это условие, можно использовать как некое сравнение. То есть мы можем задать, что у нас на данной станции, на конкретной, напоминаю, это схема универсальная, используется три разных типа ресурсов. То есть R укажем как три. И здесь укажем в этом же комбинаторе некий управляющий сигнал, который будет управлять включением-выключением вот этого вот нашего выключателя. Дальше нам нужно будет сделать счетчик. Как только ресурсов становится менее трех, то есть два или еще меньше вот на этом столбе, у нас должен включаться счетчик. И как только счетчик, допустим, 20 секунд пройдет, он должен отправить сигнал на выключение вот этого вот выключателя. Давайте сюда по вот этим вот. Так. Здесь, ну, тут можно провод оставить. Я сейчас по этим призракам поставлю столбы. Shift-левая кнопка мыши, сниму пока провода отсюда. Так, подключим выключатель, чтобы мысль не потерять. И выключатель при замыкании подает электричество на этот столб. А с этого столба я подаю электричество просто на весь цех. Вот так. Тут придется немножко руками собирать, потому что, к сожалению, игра в шаблонах, в блюпринтах не позволяет сохранить состояние проводов. Так вот, допустим, 20 секунд я хочу сделать. 20 секунд это красный сигнал, если его зациклить и сделать счетчик. У нас 60 тиков в одной секунде. 60 умножаем на 20, получаем 1200. То есть, если... Я пока не могу сделать, потому что у меня не подключен логический кабель. Так, давайте я вот сюда поставлю сравнивающий комбинатор. Если, скажем, у меня красный... Условия включения, если красный сигнал меньше, чем 1200. То есть, если счетчик у меня не работает, то у меня постоянно вот этот выключатель замкнут. Теперь, в каком случае счетчик начинает работать, если ресурсов у меня меньше? Как сравнить? Давайте я сюда верну медную плиту. То есть, вот у меня есть три типа ресурсов. Я их могу конвертировать в единый понятный сигнал. Поставим сюда сравнивающий комбинатор. Здесь поставим... Если... Каждый больше нуля, то на выход я подам понятный для меня сигнал черный в количестве одной штуки. То есть, каждый сигнал, который больше нуля, который поступает на этот комбинатор, он выйдет как черный в количестве единицы. То есть, сейчас вот с этого столба, если я подам вот сюда зеленым кабелем сигнал, на выход пойдет черный в количестве трех. То есть, я думаю, это понятно. У нас каждый сигнал, который больше нуля, законвертился в черный в количестве единиц. То есть, черный просуммировался на выходе, получилось три. Теперь, вот этот сигнал три мы можем сравнить с количеством ресурсов, которые мы по умолчанию задали в комбинаторе. То есть, отправить его в следующий комбинатор, где мы будем сравнивать. То есть, если у нас вдруг количество наших ресурсов не равно тому, что у нас есть в нашей логистической сети, черному, то на выход мы даем входное количество всех красных, которые у нас подаются на вход. А здесь мы просто зацикливаем. То есть, вот тут вот такая вот хитрая схемка получается. А вот этот красный как раз таки над зацикливанием сюда и идет. То есть, мы отсюда сюда и сюда соединяем. То есть, черный вышел сюда на вход, сравнился и дальше этот комбинатор начинает работать как счетчик. Потому что выход идет на вход и красный, который выходит, он зацикливается. Ну и давайте проверим. Я уберу отсюда красный сигнал. Красный ресурс, точнее медь, ресурсов осталось два. Он начинает по счетчику работать. И вот сейчас, когда он достигнет 1200, значение, которое мы здесь вказали, у нас выключатель разомкнется. Все очень просто. Никаких проблем, я надеюсь, это вызывать не должно. Ну, это может быть слегка сложная логика для новичков каких-то. Ну, вот вы видите, что у нас разомкнулось. Опять же, если к нам сюда приехал поезд и опять начали выгружать сюда медные пластины, опа, у нас сразу же выключатель начинает работать. То есть он соединился, потому что вот это условие перестает выполняться. Так, где оно? Вот, если R не равно черному сигналу. Надеюсь, с этим понятно. Если непонятно, попробуйте пересмотреть еще раз, может, понять не станет. Мне проще уже, к сожалению, не объяснить. И второй момент, который нам нужно контролировать, когда мы хотим включать или выключать. Если у нас полностью забьются вот эти синие сундуки, то есть если у нас накрафтится полное количество в синих сундуках, нам этот цех тоже нужно выключить. Зачем нам что-то крафтить, если у нас ресурсы так полные? Здесь у нас в один сундук лезает 480 конструкций малой плотности. Сундуков у нас синих здесь 24 штуки. Соответственно, мы можем по калькулятору, вот через холму тут есть калькулятор, тут уже значение готовое стоит. Вот эти 480 умножить на 24 сундука, как раз таки вот это значение получится. 11520. То есть, если у нас ресурсов, скажем, становится 11500 или больше, то нам нужно отключить весь вот этот цех. Каким образом это все сделать? Все ресурсы мы сейчас просуммируем здесь. Соответственно, нужно все сундуки между собой соединить зеленым кабелем. Вот, соединились все сундуки. Я вывожу его на стол. И берем еще один комбинатор. На этот комбинатор я подаю вот этот сигнал на вход. Дальше. Какое условие в этом комбинаторе? Здесь точно так же выход мы можем брать красный сигнал. Количество во входном, который мы забираем отсюда. То есть, я сюда красным кабелем подам вот этот красный сигнал. Ну, чтобы сигналы не перемешивались, кабель использует другого цвета. Так, и здесь вот этот же красный с выхода на вход подают. То есть, чтобы нам сделать счетчик. И условия задаем следующее. Если любого сигнала больше, чем сколько мы там насчитали? 11500. То у нас начинает пропускаться красный сигнал. То есть, это работает как гейт. Он зацикливается. Так же, как и здесь. И когда достигнет значения 1200, он отключит наш вот этот выключатель. То есть, нужно его с выхода подать на сам выключатель. Ну и проведем демонстрацию. Берем постоянный комбинатор. Откуда этот комбинатор взялся? Наверное, тесты проводил. Ну, вот здесь уже есть. Даже подключать не нужно. 11500. Включаем. У нас начал работать счетчик. То есть, как будто бы у нас 11500 накопилось. Счетчик, опять же, так же, как и в этой ситуации. Он доработает до 1200. И отключит наше питание. Соответственно, цех отключится. То есть, два вот этих контроля. Они нужны обязательно. Иначе будем просто впустую тратить электроэнергию. Ну и как мы видим. Здесь бац. Все работает. Его я отсюда уберу. Он тут не нужен. Ну и ресурсы я отсюда позабираю. Соответственно, наша схема вот эта опять начала работать. И вот такая схемка. Она вполне хорошо себе работает, как выключать. Единственный минус. Нужно подключать руками кабель. Чтобы с этого столба на этот прокинуть. Ну и здесь нужно проконтролировать, чтобы не было лишней связи. Между столбами. То есть, с этого столба снимать. Но это, к сожалению, ограничение на блюпринтах в игре. По-другому тут, увы, не сделать. Теперь. Давайте цех этот запустим. А то что-то он тут стоит. Я все тут словами-словами. Я никак не показываю, как это работает. Но, чтобы его запустить, я сейчас вернусь на базу. Так. Я вернусь к себе на базу. В гнездышко. Соберу там несколько поездов. И отправлю их сюда. Нам осталось настроить поезда, которые будут подвозить ресурс вот сюда, на наш цех. Подвозить будут медные плиты, стальные балки и пластиковый брусок. И еще один важный момент. Поезда всегда в цехах должны заправляться. Здесь поставлены сундуки запроса с количеством ядерного топлива в количестве одного. Но станция, на которой топливо подвозится, она находится вот здесь. То есть, в каждом вот таком блоке по краям есть станции, куда подвозится топливо. Ну, практически в каждом этот цех старый, без дронов. Вот здесь вот везде все так сделано. Сюда уже некоторое количество топлива привезено. И чтобы у нас бесперебойно топливо это поставлялось вот в данные вот эти вот сундуки, нам нужно будет временно, я думаю, поставить, наверное, какую-то вот здесь вот дрон-станцию. Она может даже и постоянно работать. Потому что у нас сам цех пойдет вот каким-то таким образом, сюда налево. Поставить сюда дрон-станцию одну, чтобы она попала в сеть. И запитать ее электричеством. Станция эта должна быть запитана электричеством отдельно. Вот, допустим, каким-то, ну, как-то вот так вот столбом. То есть, я сюда приеду, это все установлю. Чтобы дрона моих вот отсюда, которые тут начнут летать, могли заправлять топливом поезда. И так нужно будет сделать везде. Главное это не забывать. Иначе у вас поезда в один прекрасный момент остановятся, останутся без топлива. Теперь, поезд условно установлен. У меня здесь есть blueprint на паровоз. То есть, я могу просто blueprintом расставлять сюда поезда. Отправил, установил, отправил, установил, отправил, установил. Очень удобно, никаких проблем. Теперь выбираем поезд. Ищем, где у нас производятся медные плиты. Медные плиты производятся вот здесь. Shift, левая кнопка мыши. Мы указываем станцию, которая идет в наш список. И условия ожидания, полная погрузка. Либо время ожидания, ну скажем, пускай будет 30 секунд. Связано это с тем, что у меня цехов, которые потребляют какой-то ресурс. Их может быть несколько. И я не хочу, чтобы один поезд, ну чтобы весь ресурс в какой-то один цех уехал. А цех сам по себе будет постепенно производить ресурсы. И тогда все поезда, которые в очереди стоят, они смогут хоть по чуть-чуть ресурсы забрать и туда увезти. Связано это с тем, что мощности производственные я буду вводить постепенно в работу. Поэтому ставится вот такое условие. И следующая станция, следующая станция, куда поезд у нас поедет, это опять же вот эта вот станция с разгрузкой unload copper plate. Тут load copper plate, тут unload. Тоже shift, левая кнопка мышь. И здесь полная разгрузка. То есть он тут может стоять до тупения, пока полностью не разгрузится. И все, я сейчас могу этот поезд спокойно запустить. Он поехал. Он сейчас загрузится медными пластинами и приедет туда, и там пока не разгрузится, будет стоять. Затем берем blueprint, который у нас уже подготовлен заблаговременно. И просто ставим сюда его. Shift, левая кнопка мышь. Сейчас дрона у нас вырастает, но я ждать не хочу, пока они вырастают. Поэтому я возьму Q из кармана и просто сам расставлю, быстрее будет. Все, поезд у нас заправился. Топливо. Готов поезд. Точно то же самое абсолютно. Дальше у нас идут стальные балки. Стальные балки у нас вот. Load steel. Shift, левая кнопка мыши. Добавить условия. Полная погрузка или время ожидания 30 секунд. И здесь unload steel. Добавить условия ожидания. Полная разгрузка. Вот эта ванильная железная дорога, она, конечно, вот такую рутину имеет. В модах это можно все проще гораздо делать, если поставить мод Logistic Train Network. Но на него будет отдельный гайд чуть позже. Поезд, кстати, приехал. И запускаем сталь в работу. Далее ставим сюда третий паровоз. Все поезда одинаковые. Так. Что-то у меня тут запроса нет с поездами. Давайте-ка запросим поездов немножко. Вот. Вагоны. А вагонов у нас... Блин, а от чего они у меня не производятся, что ли? У меня была отключена вкладка. Вот эта персональная логистика. Надо ее включить. Тогда дроны будут меня загружать полностью. Я про это забыл. Ну, давайте здесь уже доставим это все. Так. И указываем расписание уже для этого поезда. Пластик у меня делается вот... Так. Где-то здесь у меня он. Вот. В этом сетиблоке. Плот пластик. Опять же Shift. Левая. Полная погрузка. Или время ожидания 30 секунд. И разгружаться он будет вот на этой станции. Полная разгрузка. Ну и все. И запускаем поезд. Никаких проблем. Три поезда поехало. Теперь нам осталось просто закинуть дронов туда и наблюдать, как у нас все работает. Поэтому я сажусь в мой персональный розовый пони. Поеду, ну, куда-нибудь вот на эту станцию. Чтоб никому не мешать. Хотя здесь я буду мешать. Так. Давайте временно остановимся. И доеду я. Control левая кнопка мыши вот сюда. Что вот этот стакер, он работает сразу на две станции. На крайнюю правую и на следующую. Ну и пока едем, можно по карте посмотреть, что у нас здесь... Так, не здесь. Что у нас происходит на нашей станции. Опять не сюда. Когда-нибудь, наверное, я угадаю. Но мы уже приехали. Тут очень аккуратно. Подходим. У нас до сих пор не приехал пластик, поэтому станция все еще отключена. Здесь, вот на этот цех, так как здесь очень много ресурсов, по расчетам примерно, может быть, где-то 1200 дронов нужно. Вообще, в целом, я на небольшие цеха 700 скидываю. На цеха побольше, в два раза больше 1400. А на совсем большие 200. Но сюда, пока что, мне 700 дронов даже тоже много будет. Потому что всего лишь одна линия работает. Я сюда закину 350 транспортных дронов. Даже меньше, 200. У меня всего 200. И все, и начинаем наблюдать, как они работают. Дроны понесли ресурс. Сейчас они загроют. И начали ассемблеры собирать конструкции малоплотности. Можно навести на дронстанцию и посмотреть. Логистика 200. То есть, уже дронов мне не хватает. 200 штук здесь мало. Нужно дронов больше. Ну, собственно, как я и сказал, на этот цех нужно 2100 дронов. И если по блепринту посмотреть, здесь у меня подписано 2100 дронов. 35-85 в секунду производит этот цех. Вот таким образом собирается у нас вот самая обыкновенная цеха. Он сейчас будет работать вообще на постоянку. И вот он уже начал подвозить, точнее загружать сюда в ящики конструкции малоплотности. Ничего сложного. Наша задача скопировать, поставить рядом еще один цех и придерживаться нашего алгоритма. Таким вот образом собираются дроновые цеха. И единственное, что отличие, если цех имеет у себя нефтезавод, то там конфигурация немножко будет отличаться. Но про него я сейчас покажу. И перед тем, как мы начнем собирать цех по производству твердого топлива, я бы хотел на один очень важный нюанс обратить внимание. Во-первых, я забыл установить здесь дрон-станцию. Но я сейчас покажу, что произойдет, какой косяк в этой схеме есть и как его поправить. Возможно, самые внимательные могли бы это уже заметить, но... Вот проверим. Может быть, в комментах уже написали. Устанавливаем дрон-станцию, чтобы топливо вот отсюда забиралось и везлось сюда. И еще один важный момент. Смотрите, если я нахожусь сам в пределах действия вот этой дрон-сети, и у меня что-то в мусорных слотах есть, и я включаю вот эту персональную логистику, у меня статистика начинает сюда захватываться на столб то, что в том числе есть у меня. Плюс захватывается статистика, которая есть не здесь вот, а вот тут. Потому что здесь у нас тоже есть топливо. То есть вот этот красный сундук, он тоже считается как сеть логистическая. Вот этот момент можно обойти, если сдвинуть станцию немножко в сторону и здесь сделать некий буфер. То есть он считаться не будет в данном случае. Его можно также отфильтровать. Либо можно сделать небольшой костыль и указать здесь R не 3, а 4, вот так. Тогда вот это топливо тоже будет учитываться. И если здесь топлива этого не будет, то цех просто отключится. Это даже более безопасно будет. По крайней мере мы так будем контролировать то, что у нас гарантированно есть топливо для наших поездов. Поэтому циферку на 1 увеличиваем. И в целом все хорошо будет. Ну а что делать с персональными вот этими вот этим всем я не знаю. Придется сюда просто не заезжать. Но я его сейчас отключу. И сейчас в целом все должно начать работать. Все равно дрова учитываются. Вот так если убрать, вот так дрова не учитываются. Все начало работать. Ну и если запрос у нас идет, как многие из вас наверное знают, он отрицательным числом показывается. Вот там видно, что минус сколько это конструкции малой плотности. Так что просто можно увеличить значение на 1 и учитывать вот этот вот красный сундук здесь и красный сундук вот на этой заправке. Ну а теперь вернемся к цеху, которая будет производить наше топливо твердое для ракет. Здесь принцип весь абсолютно тот же самый. Разница лишь в том, что нефтеперерабатывающий завод, он занимает на 2 маяка больше. Я сюда, здесь чтобы время не тратить, сразу же установлю блюпринт цеха. У меня вот есть тут готовый. Он естественно собираться сейчас не будет, потому что у меня дроны отключены. И выглядит он примерно вот таким образом. И я сейчас расчет схемы сделаю, чтобы все понимали. Но принцип сборки точно такой же. Сейчас собирать его смысла нет никакого. Просто тратить на это время. Здесь используется нефтезавод, который производит сжижение угля. На выходе мы получаем уголь... Нет, потребляем уголь, мазут и пар. А на выходе получаем мазут, дизельное топливо и немного попутного нефтяного газа. Все излишки мы перерабатываем в твердое топливо. Ну и понятно, что твердое топливо перерабатывается дальше по цепочке в ракетное топливо. Ракетное топливо у нас требует дизель и твердое топливо. Я здесь соберу одну линию, я думаю, чтобы просто показать, как это работает. Но здесь все расставлено по схеме. И сам расчет схемы я сейчас тоже покажу. Давайте начнем сначала, наверное, со схемы. Заходим в планировщик, потому что вот этот расчет очень важный. Его нужно понимать, как он делается. Делается он слегка по-другому. Делаем новый рецепт. И здесь укажем... То есть если мы возьмем вот так вот... Где у нас ракетное топливо? Так, фабрика, фабрика вот так. По умолчанию. Сюда два. Нет. Сюда у нас красные модули идут. Сюда у нас идут синие модули. И если мы поставим здесь вот таким образом заводы, которые у нас будут собирать, они в схеме находятся... Давайте вот так. Вот здесь вот внизу. Вся вот эта сборка. Все то же самое, абсолютно, только счет плюс трубы есть. Ну, трубы немножко повозятся, разводка делается элементарно. То у нас ничего не получится. Проблема здесь в том, что у нас используется зацикленная переработка жидкости. Одного ресурса в другой. И он опять получает такой же самый ресурс. Чтобы это посчитать, нужно эту закрыть. И сделать по-другому. Выбираем сжижение угля. Здесь точно так же указываем красные модули. Здесь ставим 14. Потому что у нас 14 маяков. Естественно, с синими модулями. Вот. Но здесь один важный момент. Тут нужно поменять на матричный решатель. Если мы этого не сделаем, у нас ничего считаться не будет. Теперь мы можем считать заду наперед. Как бы. Звучит, может быть, это не очень понятно. Но как есть. То есть, здесь мы можем вначале перегнать вот этот попутный газ в твердое топливо. Потому что он нам никак не используется. Дальше. Вот это вот. Мазут сам. перегнать в дизель. То есть, рецепт остается повыше. Ну, я просто пытаюсь донести логику. И дальше уже, когда мы переработали газ в твердое топливо и тяжелую фракцию в дизель, мы дизель, вот этот, перерабатываем точно так же в... Нет. Дизель мы перерабатываем вот. Вот так. Ракетное топливо использует твердое топливо и дизель. Дальше. Дизель у нас получается при переработке мазута. А газ перерабатывается в твердое топливо. Ну, и здесь понятно, что не хватит твердого топлива. Поэтому точно так же дизель нужно переработать в то же самое твердое топливо. Ну, и вот это поставить повыше. Вот такой порядок даже правильнее было бы. И обязательно сюда установить модули. Ставим красные. Здесь ставим синее. Здесь у нас уже по 12 маяков идет в нашей раскладке. Сюда 12. Здесь абсолютно то же самое. Красные модули, синие. 12. Указываем. Здесь то же самое, ничего нового. Ну, вот такая вот особенность есть. Вот у этих вот зацикленных ресурсов. Когда мы одно потребляем и на выходе получаем то же самое. Ну, вы сейчас сможете убедиться, что это все показывает корректно и работает. Просто логику донести, как это делается. И проблем никаких у нас никогда возникать уже больше с расчетами не будет. И здесь тоже 12. И все. И сейчас нам нужно просто указать, какое количество мы топлива хотим получать. Но мне нужно просто подогнать по количеству заводов. По количеству заводов. Здесь пока что закрою. Если посмотреть, у меня всего лишь 4 завода, которые перерабатывают уголь. Уголь разжижают в нефть. В нефтепродукт. То есть мне нужно подогнать производство мое под 4 завода. Вот по 4 вот этих завода. Соответственно, я сюда захожу. И просто от балды там ставлю, допустим, один. Один на выходе требует один завод. Но здесь округление идет, чтобы округления не было. Заходим в настройки. И вот этот формат. Сюда и сюда. В фабрике элементов указываем, чтобы два знака с запятой. Так просто мне удобнее. Ну и видим, что одного хватает примерно на одну треть завода. Идеально здесь будет подогнать под один нефтеперерабатывающий завод. На выходе он получается 2,78. Путем проб и ошибок мы получаем вот такие цифры. На него требуется один химзавод, который будет из попутного газа производить твердое топливо, чтобы просто его утилизировать. Один завод, который будет перерабатывать тяжелую фракцию в легкую. Пять заводов, которые будут перерабатывать легкую фракцию в твердое топливо в том числе. И восемь заводов, если округлять вверх, которые будут производить само твердое топливо. это все вешается на один завод ну и нажатии вот на этот пар собственно открывает вот эту линию которая показывает сколько нужно более более тоже округляем большую сторону что получилось 2 если цифр нету десятичных заходим в настройки и вторую вкладку вторую точнее строчку и третью ставим вот так таким образом мы рассчитали один массив сколько нужно продукции сюда если навести будет округлено 1 нпз 7 химзаводов и 8 сборочных автоматов плюс 2 завода плюс 2 бойлера который будет производить пар примерно такая схема получается путем нехитрых манипуляций это все можно примерно вот так вот в одну линию сюда упихнуть давайте я уточню сколько мне 8 заводов которые будут производить твердое топливо что поставить просто 4 так твердое топливо раз два три 4 5 6 7 8 точнее ракетная вот это я сейчас уберу чтобы мне можно было спокойно расставить мой цех чтобы она мне не мешала вот это мне сейчас тоже нужно будет не нужно потому что нет это это нужно будет иначе мне не хватит расстояния но здесь тогда убираем убираю вот это все исключительно чтобы продемонстрировать работоспособность но работать должно вот примерно такое количество здесь трубами все соединено поэтому ресурса будет хватать на все ну а дальше я это просто дострою так же как и здесь общественно это времени тратить единственное здесь нюанс здесь потребуется закинуть одну бочку мазута чтобы запустить в работу цикл и сюда нужно будет подвести воду вода у меня вот здесь вот подведена трубой то есть можно просто поседали сделать таким образом и подать в бойлер наш бойлеры у меня с собой я не помню есть или нет но если нет их можно будет скрафтить и нужно включить помпу чтобы пошла вода он почет у меня здесь не запитана я сейчас все это расставлю вернусь и покажу как работает цех перед тем как запускать цех как я уже сказал нам понадобится одна бочка с мазутом всего лишь одна чтобы запустить поэтому я просто спускаюсь сюда к цеху где у меня есть мазут мазут должен быть как он тут вообще есть что тут у меня всех не работает потому что природного газа слишком много здесь и если ничего не работает то можно сделать небольшой лайфхак подходим просто к заводу берем условно трубу до к нам пригодится ставим вот сюда достаем завод ставим его вплотную к трубе делаем здесь упаковать наполнить бочку мазутом это можно все автоматизировать так shift r чтобы вращать про часовой стрелки сейчас все ждет только бочки бочки у меня вроде как нет я скрафчу прямо в руках пустая бочка закидываем сюда бочку мазута нет как сделать чтоб мазут появился снимаем завод ставим за но если не хватит повторить операцию еще раз ну да это теряет некоторое количество так что право шеф левая копия все заполнилась бочка можно вернуть сюда красные модули снять завод вместе с бочкой подключить трубу вот такие вот лайфхаки сейчас я с этой бочкой пойду к цеху туда и буду делать его запуск и так цех собран частично наполовину будем считать два завода теперь нужно организовать его запуск и нормальную работу чтоб цех работал нам нужно загрузить сюда мазут мазута в бочке в одной у нас 50 штук . вот 50 мазута общем в одной бочке для перегонки требуется 25 мазута чтобы начать на выходе мы получим 90 мазута здесь стоит помпа то есть как только у нас уголь разжижился мы вместо 25 мазута на вход получаем 90 на выход он подкачивает опять подает на вход и так она будет циркулировать постоянно то есть как только скопится мазут здесь лишний он забьет полностью вот эти трубы эта бочка будет одна не нужна бочка нужно только для запуска теперь чтобы цех начал нормально работать первое закидываем сюда дронов у меня опять же 200 штук где-то было 50 100 150 200 второй момент мне нужно организовать сюда поставку угля я просто беру паровоз опять же который тут на станцию меня заготовлен и отправляя его на свободную станцию с углем свободная станция с углем здесь у меня есть несколько штук но вот допустим вот здесь вот рядом есть одна прямо сюда вот и направлю 1 добавить условия полная погрузка либо время ожидания 30 секунд погрузка угля и разгрузка будет так разгрузка будет вот здесь название не видно он лот кол сюда добавить условия полная разгрузка ну и все поехали вот сейчас приедет можно за ним пронаблюдать было бы на этого делать не буду сюда опять же точно также нужно будет поставить выключатель выключатель у меня есть в блюпринтах кому нужно будет блюпринт этот будет выложен собственно абсолютно все то же самое по по той же самой логике то есть ставим сюда условно так ну пускай я не знаю где мне лучше разместить чтобы никому не мешал прям таки давайте вот так расставляем сюда дальше этот столб отрубаем shift левая кнопка мыши и нужно отрубить вот эту линию от данного столба и еще здесь нужно отрубить все отрубился цех дальше соединяем ноты я не знаю каким образом эту проблему решить господи чуть не сдавил и соединяем на так на наш выключатель вот так единственно что здесь всего лишь один ресурс то есть r тут равен у нас одному но при этом опять же есть топливо мы учитываем топливо поэтому два топлива нужно будет кстати подать вот отсюда до топлива потому что данное топливо нужно для бойлеров которые будут производить пар соответственно сюда нужно поставить одну дрон станцию поставить ее таким образом чтобы дроны доставали так пускай вот так будет и здесь соответственно нужно подключить это любым столбом неважно каким пускай как-то так будет все дроны понесли запрос нашего топлива более сейчас начнут производить пар так и у нас почему-то цех отключен почему отключен потому что нет сигнала с дрон станции сигнал нужно подать логическим кабелем к сожалению она вот вот так вот бывает не подключить кабель сюда и схем но схема универсальна это плата за универсальность все начало работать работает все идет пар все замечательно кроме мазут ну и мазут как я сказал уже из бочки мы просто сюда закидываем эту бочку мазута несчастную и все начинают по цепочке работы вуаля здесь начинается магия все и мы тут начинаем наблюдать как у нас цеха чудесным образом сейчас начнут варить уже ракетное топливо сейчас она раскочегарится и будет все прекрасно работать возможно еще может быть дронов не хватает хотя нет дронов 170 с дрона все хорошо все вот начал цех производить собственно наше ракетное топливо ну и тут нужно будет подать опять же настроить отключение через это самое ракетное топливо нужно подключить также как мы делали там здесь у нас почему-то ничего не варится забилось сжижение угля возможно я где-то что-то забыл либо где-то какая-то линия не подключена сейчас я быстренько смотрю все оказалось просто и банально что напросто вода не подведена потому что вода здесь нужно вот в таком вот виде для того чтобы шел вот этот крекинг из мазута в что у нас в дизель больше вроде как вода нигде не требуется она по схеме у меня изначально слева было заведено поэтому я щас просто трубу сюда подключу даже вот так вот сюда трубу сделают и вверх воды здесь за глаза хватит вода подведена если посмотреть вода подведена справа вот с этого водоема просто поставлены помпы накачивают в бочку и дальше через определенное расстояние воткнутый помп который подкачивает давление создает вода соответственно доходит но и мы ее сюда подключаем чтобы цех у нас по-прежнему не подключил до конца цех по-прежнему работал все теперь она у нас будет уже бесперебойно клепать собственно наше топливо ракетное и можно будет пользоваться можно было бы ракетное топливо в эти же более разогружать вот сюда но я я решил что пускай лучше ядерное топливо будет грузиться чем него жалеть вот эти вот это два основных типа производств которые делаются на шаблонах вот из этих вот вещей из конструкции малоплотности это вообще типичный образец который был показан через планировщик вот здесь как его сделать с этим я думаю все понятно никаких проблем не возникает делаем расчет под 64 сборочных автомат и ракетное топливо которое считается через матричный решать потому что у нас идет переработка мазута и на выход мы получаем тот же сама за только в большем количестве это нужно не забывать это нужно использовать следующее тут что осталось мне для ракеты это блоки управления под блоки управления меня тоже есть blueprint его можно даже установить но я вы сейчас собирать не буду потому что банально не успею по таймингу вот я вот сюда вот размещу тут ничего сложного все абсолютно тоже самое единственный момент здесь нужно вначале сделать модуль синий с одной лампочкой то есть t1 модуль скорости а потом уже его и плюс синяя микросхема чтобы сделать вот эту деталь ракет вот вот такой вот рецепт я думаю это все понимают и соответственно весь расчет будет вестись точно также в планировщике добавляем сюда здесь просто выбираем блок управления все то же самое красные модули здесь синие на 12 маяков и тут можно в принципе можно и считать по фабрике а можно считать по элементу тут главное ну давайте по фабрике посчитаем допустим 50 на выходе мы получаем 1867 так наверное проще будет подогнать но вот это нужно нажать здесь соответственно так здесь нельзя поставить красный модуль и потому здесь time синие потому что модуль модуль скорости он только на синих модулях и на зеленых на красных он не работает красная работать на базовый элемент ну и в маяках тоже точно также синие модули и 12 маяков указали и смотрим сколько у нас суммарно заводов получается я поставил 50 но живут сюда 68 68 много моя базовая схема 64 только позволяет ставим чуть поменьше 48 смотрим 66 тоже много ставим 45 допустим 61 но можно 46 поставить побольше вот так как методом перебора 46 и 63 то есть 46 заводов которые производят у меня блоки управления ракеты и 17 заводов которые будут производить синий модуль задача сведется к тому чтобы просто их вписать вот в эту вот в эту базовую конструкцию тут они уже вписаны у меня сначала синие модули делаются вот один ряд 10 и еще 8 вот здесь все остальное это блоки управления ракет точно также 700 дронов сюда закидывается дроны таскают туда-сюда взад-назад ставится блок который отключает цех и настраиваться поезда синие модули я вижу из соседнего цеха красный везу синя цеха зеленый везут вот отсюда то есть здесь у нас начинается сплошная рутина соответственно всю вот эту рутину я опять же сделаю за кадром потому что вот одно и то же показывать и объяснять 20 раз смысла нет никакого все цеха одинаково абсолютно это эндгейм в ванильной факторе все цеха одинаково единственная проблема нужно следить за электричеством что вот эта электростанция на всего лишь 10 гигаватт вырабатывает атомка кто-то где-то там начальных сериях говорил то что чую зачем тебе столько много реакторов она вот этими вот цехами вся электроэнергия сожрется моментально особенно если их не отключать умный автоматик но мы же не дураки мы поставили умную автоматику да если я не поставлю меня долбатрон съест кожаный мешок ты болван твоя автоматика будет глючить если цех производит субпродукты переделывай спасибо что досмотрели роли до конца если было интересно обязательно поддерживать меня и долбатрона лайком оставляйте свое мнение в комментариях обязательно подписывайтесь на канал если счета вы не сделали а мы с вами увидимся в следующих сериях пока пока а Продолжение следует...